Если ты хочешь научиться делать выход силой, то рекомендую тебе попробовать программу от легендарного зверя из Нью-Йорка. Если ты будешь выполнять ее три раза в неделю, то вполне возможно, что уже через один месяц регулярных тренировок ты сделаешь свой первый выход. Это очень несложная программа, в которой съедены три ключевых упражнения, которые позволят тебе научиться выходом. И первое упражнение в программе — это высокие подтягивания узким хватом. Высокие подтягивания нужно делать, потому что вам нужно научиться делать стартовый рывок, для того, чтобы вы могли закинуть себя на перекладину. А узким хватом нужно делать, потому что именно такой хват обеспечивает максимальную амплитуду движения. То есть можно будет максимально распрямить руки и максимально низко опустить тело под перекладины. Чем больше амплитуд движения, тем сложнее упражнение, тем выше его эффективность. Нужно сделать 30 повторений, и если у вас не получится сделать их сразу за один подход, то ничего страшного, это нормальная ситуация. Можно разбивать на несколько подходов с отдыхом не более 60-90 секунд между подходами. Два важных момента. Когда вы делаете высокие подтягивания, высоту нужно набирать именно за счет резкого сокращения мышц, а не за счет дрыгания ногами. И второй момент. Подтягивания нужно выполнять в полную амплитуду, иначе у них не будет никакого смысла. Если будете делать подтягивания узким хватом в частичную амплитуду, она будет такой же, как и при подтягиваниях обычным хватом. Второе упражнение в нашей программе сегодня – это отжимания от перекладины. Нужно стараться опуститься как можно ниже, в идеале касаясь грузью турника, и затем выжать себя наверх. Это упражнение в точности имитирует то, что вам нужно будет сделать, когда вы во время выхода перекинете локти над турником, и дальше нужно будет себя выжать. Зверь говорит, что нужно сделать 40 повторений. Опять же, если за один подход не получается, то разбивайте на несколько с отдыхом 60-90 секунд, не больше – это важно, и делайте до тех пор, пока не выполните все 40. Во время выполнения отжиманий старайтесь опуститься как минимум до угла 90 градусов в локтях, чтобы это упражнение имело смысл и помогло вам в дальнейшем. Продолжение следует... Мы научились делать высокие подтягивания, мы научились делать отжимания от турника. Нам осталось отработать всего одно упражнение, отвечающее за фазовый переход из состояния виса в состояние упора. И для этого нам лучше всего подойдут, конечно же, французские отжимания, также известные как трицепсовые разгибания. Их лучше всего делать на шведской стенке, потому что она позволяет подобрать высоту именно соответствующего вашему уровню подготовки. И нужно стараться браться слишком низко за перекладину, потому что нужно будет сделать целых 50 повторений. Поэтому подбирайте перекладину такой высоты, чтобы вы смогли, как минимум на первой тренировке, сделать 50 и не умереть. Я думаю, что нет никакого смысла затягивать этот ролик и показывать все 50 французских отжиманий. Поэтому давайте я лучше расскажу о перчатках, в которых я сегодня тренировался. Самые внимательные с вас уже заметили, что это было два разных вида перчаток. Для выходов я использовал перчатки F0 Protector, потому что у них ладонь сделана из специального материала, обеспечивающего максимальное скольжение с металлической перекладиной. Таким образом я не трачу силы, не трачу мозольки на преодоление трения во время вращения кисти. И могу полностью фокусироваться на том, чтобы выкладываться на именно рабочих мышцах спины и рук. Кроме того, внутри перчаток есть защитные подушечки, которые также оберегают мои руки от мозолей. И во время сегодняшних съемок я сделал уже порядка 50 с лишним выходов, но даже этого не почувствовал. Это очень здорово. Вторые перчатки, в которых я делал, это перчатки F3 с также специальным покрытием ладони, но на этот раз с покрытием, которое обеспечивает максимальное сцепление с перекладиной. Таким образом, один раз схватившись за турник, я могу быть уверен в надежности своего хвата. Они настолько хороши, что многие статики, атлеты, которые делают статические элементы, используют их для выполнения таких крутых вещей, как, например, стойка на руках на турнике на высоте 2 метра. В такие моменты ты должен быть максимально уверен в том, что твоя рука не соскользнет, и перчатки Workout F3 это именно и гарантируют. Ну а мне остается только сказать, что если вам понравится это видео, если вы попробуете эту программу, и она поможет вам научиться делать выходы силой, то обязательно напишите об этом в комментариях. И если захотите поддержать наш канал, то в магазине Workout вышла специальная ограниченная серия футболок сегодня, вся прибыль от продажи которых идет непосредственно на финансирование съемок будущих роликов. Поэтому заказывайте перчатки, заказывайте футболки, а мы будем делать больше новых полезных роликов. С вами был Антон, до встречи в следующих видео. Пока!